Музыка Значит, метод наименьших квадратов. Вот. Это такой метод, он цифровой. То есть численный. Знаете, Николай Николаевич, я на этих вот квадратах затык у меня какой-то. Я все понимаю, а сказать не могу. Предпочитаете рассказать про интерполяционный полином Лагранжа? Нет. Хорошо, вопросик полегче. Что это за язык такой? Visual Basic. Английский? Да, Петр. Вы уникум. Кабанов. За год изучения информатики вы не усвоили ни битой информации. Ну, это только на теории. А на практике я, знаете, как поднатаскался? О-о-о. А я вот так. А? А? На. На, получи. На, получи, собака. На виражах и течениях Кружит мое поколение Кружится и отрывается Сердце мое улыбается Сердце распахнуто до облаков Это любовь Так никогда или сейчас И в долгий путь и в добрый час Ты отпусти меня Ты отпусти меня Ты отпусти меня Так никогда или сейчас Не понимаю, Юрий Владимирович, еще раз для тупых. То есть Гусев шантажирует вас компроматом на отца студентки? Ну, это граничит с идиотизмом Зная вашу порядочность Да, которая тоже граничит с идиотизмом Нет, я этого не говорю А где документы хранятся? Не вздумайте Не вздумайте, Игорь Не заставляйте меня жалеть О том, что я сейчас здесь рассказал И хватит об этом Давай лучше поговорим о тебе В последнее время я все чаще вижу у тебя С Ольгой Аркадьевной А вот интересно Почему вы, когда меняете тему разговора Вы всегда начинаете говорить о женщинах? Потому что в мотоциклах я понимаю еще меньше Так что, Ольга Ольга потрясающая женщина Заставляет совершать меня несвойственные поступки Вот готовлю к публикации Свою монографию Наконец-то И вчера зашел в ювелирный магазин Ого Да? Красивое колечко Вот только На тот ли пальчик? Думаете? Нет, нет Я просто Просто Стоит ли связывать свою судьбу У женщины, которая заставляет совершать Несвойственные поступки Не знаю Не знаю Ну вот и я не знаю Ну а А мы вот так Конечно Давай, давай, Штык Может это у тебя получится лучше, чем программы писать Да нормально я тебе программы написал Может я не так запустил? Ты вообще на какие кнопки нажимал? Не поверишь, Штык На все Ну вот Сперва лупят По всем баттенам А потом удивляются Зубной Что? Если не заткнешься Дальше будешь чистить зубной щеткой Кабанов Ты ничего не перепутал? Дедовщины у нас теперь даже в армии нет Если верить не инстру обороны А это не дедовщина, Королев Просто Кое-кто схалтурил А мне теперь за него зачет по информатике пересдавать А, так это ты на зачет форме идешь Ну правильно Захвати только еще АКМ и пару гранат А то не прорвешься Эх, салаги Сразу видно, Королев, что ты в армии не служил Ты хоть знаешь, что завтра за день? Ну Завтра 28 мая А 28 мая это что? А, Штык? Как же, как же, вспомнил Вот 28 мая произошел первый стрелецкий бунт В Москве Тьфу С кем я служу? 28 мая Это день не стрельцов, а погранцов Так что давай, давай, Штык Не сачкуй Чтоб я перед братанами Не ударил лицом В грязь Фонтан Погранцов? Так ты же не по этой части Кабанов ВДВ, Королев Это по любой части Кроме этих компьютеров Чтоб их танки переехали Ну нет у меня к ним никаких талантов Ну нет талантов Пятой точкой надо брать Упорством Вот берешь свою знаменитую тетрадь С которой ты на все лекции ходишь Берешь ее Открываешь Ну вот А говорил талантов нет Да ты, Кабанов, творческая натура А математику ты тоже конспектировал? Ого Шац Молодца Гусев Гусев А это вот А это смотри А это Шац А это Гусев Давай А вот это вот Давай Раз Ну-ка, ну-ка Вот смотри Смотри Вот как вы Журова Блядь Класс Так, а теперь делаем вот так Ник Женька, привет Привет, ну как? Только что звонила папиному адвокату И никак Слушай, кабан-авоказ Такие прикольные карикатуры рисует на преподов Пойдем посмотрим Нет, Жень Мне некогда Да, навалилась на девчонку Так и до депрессии недалеко Слышишь, чего думаю? Может ее развеселить? Как развеселить? Ну, не знаю Анекдот какой-нибудь Какой анекдот? Смешной Вот этот вот Умирает как-то Уже не смешно, Вова Уники реальные проблемы Что, я не понимаю, что ли? Как всегда Может фокус ей показать? Я знаю, Дин, на картах Вова Что Вова? Я хоть что-то предлагаю Ты только вздыхаешь От твоих вздохов, Королев На планете скоро проблемы с воздухом начнутся Все сказал Давай помолчим Просто помолчим И подумаем, как найти тот дурацкий конверт За Байкальем Где золото моют В горах Бродяга Судьбу проклиная Тащился с ума На плечах Ах, Антон, дорогой Проходим Может, коньячком? Нет, спасибо Я насчет Англии А, понимаю Значит, виски Почему в Англию На стажировку едет Славик Вячеслав Пономарев Он что, у нас светило Из Нижнего Тагила А, или может, я что-то пропустил Он побеждал на студенческой конференции Понимаю твою озабоченность Пришел просить за Королева Молодец Да, шучу я, шучу На конференции ты Славик, конечно, побеждал Он слово-то это пишет До сих пор с ошибками Но свой неоценимый вклад в науку Он все-таки внес Славик Да Вклад Неоценимый Благодаря такому невзрачному конвертику Который он мне принес В нашем институте появится скоро Блестящий Замеч... Выдающийся доктор наук Гусев Павел Ильич Конвертик Так вот он где, да? Да ладно, не расстраивайся Не расстраивайся Что он, Андрей Светклином, что ли? Да, мол, никаких еще стран А вот хочешь, я тебя, мой юный друг В Ванголию отправлю Спасибо Шучу, шучу Может, давай кончику Или к умысу Я смотрю, у вас сегодня хорошее настроение Подпишите, пожалуйста Стенограмма последнего заседания деканата Служебная на имя ректора И заявка на новый картридж для принтера Здесь же нет ничего Вот именно поэтому нам нужен новый картридж Вы же по-другому не понимаете Слушайте, Лидия Михайловна Вы скажите спасибо, что у меня сегодня хорошее настроение Спасибо Спасибо Вот вам новый картридж Думаете, мне просто это говорить? И вообще, я понимаю, что это не мое дело Ну Ника вас любит Правильно Что? Не твое это дело А вы? Вы ее любите? Ролёв Чш-чш-чш Ну Вообще Просто в таком состоянии Я тоже в этом виноват Конверт этот дурацкий потерял Если он попадет в руки следствия Да, от Гусева всего можно ожидать Что? Что, Гусев? Конверт что, у Гусева? А ты что, не знал? Опа Жень, давай, как будто ты до сих пор не знаешь А то глупости наделаешь Я сам Что сам? Глупости наделать? Так, все, не придирайся к словам А хочешь, поговорим с Вероникой вдвоем? А хочешь, прямо сейчас поговорим? Пойдем А, вот ты где А у меня для тебя сюрприз Ты помнишь презентацию моей книги? Ну, конечно, и что? Поздравляю Ты принят план светских тузовщиков А это Пропуск с фотографией Смотри В разделе сельской хроники Причем в очень модном журнале Ник, мне бы с тобой поговорить Слушай, ты с Артемьевым? Давай не будем говорить об этом Вам нужно встретиться Я же сказала, нет Вам встретиться нужно? О, Ника Я просто проходила случайно Что я несу? Вот именно, что ты несешь? Проходи Чай, кофе Знаешь, я сам хотел с тобой Встретиться, поговорить Правда? Да, садись Чай, кофе К черту кофе Ты когда-нибудь пила матэ? Нет? Потрясающий напиток Знаешь, есть легенда Что индейцам племеню Гуарами Подарил этот напиток Сам бог Пая Шаруми Я сейчас Он как-то гулял со своей свитой По джунглям Заблудился Голодал Холодал И встретил старика Отшельником Кто-то его обогрел Накормил Он спросил Что ты живешь так далеко от людей? Говорит Дочка у меня есть Красоты небесной Не хочу, чтобы люди Осквернили ее Посмотрел бог на нее И сказал Действительно Божественная красота Но люди должны знать о ней И превратил он ее В дерево матэ Так, чтобы она Как и ты Бесконечно помогала людям Добрым людям И с тех пор Ник, Ник, Ника А, Вероника Здравствуй А вы не волнуйтесь Я уже ухожу Как уходишь? Куда? Да, правда, Вероник Куда ты спешишь? Оставайся, поговорим Не стоит замыкаться В своих проблемах Правда? Что вы говорите? Я же просто думала Что мои проблемы Это мое личное дело Вы лучше оставайтесь Вон попите чайку Из-за деревенелых девушек Да, еще У Игоря же для вас сюрприз Он очень забывчивый Так что я сама, ладно? Сама, сама, сама Вот Это вам От него Я вам желаю счастья Я-то что зашла А, в Москву Приехал профессор Лернер Из Иллинойского университета Помнишь, ты рассказывал Что ты учился на его работах Это правда мне? Да Кабанов Я тебе зачем учебник давал, а? А Ты за учебником? Забирай Ой Ты чего? Вставай давай Кабанов, вставай У кого зачет? У тебя или у меня? Этот вопрос Я еще не учил А это дополнительный вопрос Для особо одаренных Читай Читай, читай На хрена мне эта теория Когда меня Кузнецов на практике Все равно завалит Практики захотелось Пожалуйста Так Вот Сечешь прогу Вот, сиди, отлаживай Тут всего одна ошибка Слушай, Штык Я че спать-то завалился Жрать охота Блин А лучше два Или десяток А то ведь на голодное брюхо К учению глухо Угу У тебя вообще глухо Как в танке Ладно Сваргань что-нибудь А ты сиди, работай Работай Жрать охота Жри Это че? Это ж простая вода Не простая, а с газом Я все вижу О, макарончики О, с мяса Эй, не трогай А во первых, очень кушать хочется, а во вторых, ну что ты мне сделаешь, Штык? А при чем тут я? Это я для Кабанова пельмешки варю Предупреждать надо Так, что у нас тут? Тут у нас эмирхан. Что-то есть расхотелось. Понятно. Буду худеть. А ты знаешь, это вот, как его, как говорится, мы его теряем. Кого? Кого, талью. А ты что теперь, у Кабанова в кухарках, что ли? Почему кухаркой? Я его к информатике подготавливаю. А это, чтобы голова лучше варила. Так, ты ошибаешься. Чтобы мозги варили, это рыба нужна. А тесто с мясом, это для мускул. Так, у него в голове одни мускулы. Так. Что? Пять пельменей, или я передаю твои слова Кабанову. Да бери, пожалуйста. Вот. Три. Четыре, пять, даже шесть. Ну, как тут похудеешь, а? А ты знаешь, ты зря все это затеял. Да? Бесполезно. Вот ты думаешь, пока ты тут... Вкалываешь. Кабанов там, что, занимается, что ли? А? А куда же он денется? А куда же он денется? Так, что... О, вот так приблизительно будет орать Гусев, когда придет на работу и увидит, что сейфа нет. Вова, ты вообще о чем? Жень, ты что, уши на профилактику сдал? Я же тебе говорю, если, как ты утверждаешь, конверт у Гусева до охраны Тонова где? В сейфе, правильно. Вот, я тебе предлагаю план. Идиотский план. Ну, план, согласен, не идеальный. А откуда взяться идеальному, если мозги от голода забастовку устроили? Эх, сейчас выкоснулись бы чего-нибудь такого горяченького, а не эти консервы. Для мозгов лучше сковорода. Почему? По голове. Кабанов. Я больше не могу, честно. Жри, для мозгов полезно. Будешь знать в следующий раз, как спящего человека водой обливать. Я же мог захлебнуться. Ну что же, Кабанов. А ты можешь поперхнуться. Я осознал. Честно. Уверен? Хорошо, что я сегодня добрый. Хотя голодный. Ладно, свободен. Угу. Уверен. 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 Точно. Ты что, урод, все пельмени сожжал, что ли? А-а-а, это не я. Не нравится мне все это, приглашать следователя из прокуратуры к себе домой, это как-то… А если твоя соседка заявится? Да расставься ты, не заявится, она уехала к родственникам ночевать. А насчет следователя, вы нужны друг другу. А что, ты ему конверт, а он такой маленький звоночек из прокуратуры, гражданин Гусев. А что это у вас за странная история с переводом некоторых студентов на бесплатное обучение? И тогда уж Павел Ильич точно вспомнит, кто должен ехать в Англию. А если он меня пошлет со всей этой стратегией? Ну с чего он тебя пошлет? Приятная обстановка, выгодное предложение, дорогой коньяк, красивая женщина. Я тебе дам, красивая женщина. А если он не пьет? Вообще-то я не пью, никогда. Но раз такое дело, ты меня очень порадал. Молодец. Хочешь работать в органах? Да как? Да знаешь, я мягко, нет? Завал везетец овечка. Уже как старше следовать. Работа у нас? Ну что там? Все-все-все. Не какой-то это дешевый детектив. У нас чем дальше следствие, тем шире круг подозреваем. А вы что? Правильно. Трезвое сердце, холодные руки и чистое это… я сейчас… Чик-чик-чик! Ай… Мать… Слушай, может ты его это в кровать уложишь, а? Не надо! Лучше я тебя в кровати уложу. Значит, слушай сюда. Где, по-твоему, Гусев хранит конверт? Правильно, в сейфе. Где сейф? В деканате, куда Гусев только что въехал. Если он не поменял сейф, мы у Весновского добудем дупликат ключей, а дальше дело техники. Как тебе план? Супер, один нюанс. Гусев мог не поменять сейф в одном случае, если он полный идиот. Знаешь, я такой возможности не исключаю, но ты прав, проверить надо. Жди тут. Здрасте, Лидия Михайловна. О, я смотрю, у вас новый стол. О, а уже лет семь как? Да вы что? А я думал, новый декан, новая мебель, а Гусев, значит, чтит старые традиции. Квакуша? Интересно, а сейф у него тоже старый? Квакуша. Гусев не идиот. А, именно это я хотел уточнить. До свидания. А что это вы сегодня все про сейф заладили? То Антон, то ты. Антон? Я надеюсь, что за год вы усвоили, что Кант не единственный философ, что Спиноза не бакберия. И уверен, что на экзаменах вы мне все это продемонстрируете. Счастливой удачи. Ника Самохина, подожди. Слушай, ну прости. По дурацке все так получилось. Это ты меня, извини, пожалуйста. Я вела себя, как полная дура. А потом твоя личная жизнь, она меня же совершенно не касается. Стоп, подожди. Надо поговорить? Надо. Но только сейчас я тороплюсь, ладно? У меня встреча со следователем. Встреча? Тебя что, в прокуратуру вызывали? Нет, здесь рядом. Жека, смотри, фокус. Ну? Чудо природы. Нашел время. Неужели ты не врубаешься? Если Антон интересовался сейфом, значит, он тоже знает. Ну и что? Надо просто придумать, как его опередить. Включи свое воображение, вундеркинд. Включил? Что ты видишь? Что вместо этого шарика? Так. Твоя башка. Три с минусом. Ладно, учись, пока я жив. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Значит, план такой. Куда? Пока все бегут из института, мы бежим в институт, проникаем в кабинет декана и... Подожди, подожди, подожди. Куда все бегут, я не понимаю. Королев, никакого воображения. Виндеркин. Алло! Поверьте, институт? У вас в деканате заложена бомба. Квакуша! Да-да, бомба! Поняла-поняла, бомба. Слушайте, Квакуша, выньте немедленно изо рта то, что вы туда запихали. Это не гигиенично. И на будущее имейте в виду телефонный терроризм, уголовное преступление. Раскусила? Идиот! Игорь! Игорь как раз собирался тебе звонить. Идём быстрее. Куда? На встречу мечте. Серьёзно, ты же мечтал встретиться со своим профессором Лернером? Пляши. Нас пригласили на одну закрытую вечеринку за городом. Там будет твой профессор. Да ладно, как это получилось? Лернер – дальний родственник мужа одной моей подруги. Так вот, когда узнала, что они организуют встречу для ближнего круга, я ей сказала. Или ты пригласишь нас с Игорем, или я куплю такое же платье, как у тебя. Да. Шантаж подействовал. Пойдём быстрее. Ты можешь идти быстрее? В чём дело, Игорь? Простите. Что такое? Вы кто? Артемьев. Педагог по философии. Артемьев, Артемьев. Нет, с вами мы ещё не говорили, но мне некогда. Простите, вы ничего не перепутали? Это институт, а не следственный изолятор. Руки. Иначе разницу между изолятором и институтом почувствуете вы. И вообще, что вам от меня нужно? На каком основании вы допрашиваете Веронику Самохину? Она что, под подозрением? Это не допрос. Это беседа. Пока, во всяком случае. Найдите себе другого собеседника и в другом месте. А вы лучше займитесь своей философией. И не мешайте следствию. Или у вас к этой студенточке личный интерес. Анна, девочка, я, конечно, смазливая. Что ты сказал? Игорь, я прошу тебя, я сейчас объясню, смазливая. Я сейчас объясню, смазливая. Ну, что ты делаешь? Смазливая. Игорь, пожалуйста. Ну, мы же опаздываем. Пойдём быстрее. Ну. Ольга, без меня. Мы опаздываем, потому что вечно спешим. Игорь. Ваше положение не завидно, Вероника Андреевна. Вы можете и дальше делать вид, что ничего не знаете о документах. Но имейте в виду, это называется укрывательством улик. И в следующий раз мы будем говорить с вами в другом месте. Опять вы. Кажется, мы с вами уже побеседовали. Освободите помещение! Да вы в своём уме! Смотри, что это... Вам это так не пройдёт. Вы у меня ещё об этом пожалеете. Здрасте. Что? А, да нет-нет-нет. Просто смотрю следствие, вот, потихонечку движется, да? Оно могло бы продвигаться гораздо быстрее. Если бы ты сделал то, о чём я тебя просил. Это в твоих, а главное, в моих интересах. И эти люди отвечают за нашу безопасность. Студент! А? 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 Что? А-а-а, квакуши идите с вами, я уже говорил. Ага. А-а-а, стойте. А-а-а, где живёт студентка-эээ, деревяга? На третьем. На третьем. А зачем она вам? А-а-а, с ней я ещё не говорил. А-а-а, свободная. Есть. Ну, давай-давай. Я и не слышу. Ну, не помню я. Вспоминай. Вам чего? Нет-нет, не буду вам мешать. Коллега. Ну что, не вспомнил? Хорошо. Повторяю последний раз. Запоминай. А лучше записывай. Это любимый вопрос, Кузнецова. Динамическое размещение данных означает использование динамической памяти непосредственно при работе программы. В отличие от этого, статическое размещение осуществляется компилятором Турбо Паскаля в процессе компиляции программы. Записал? Ты что, издеваешься? Следователь. Какой к чёрту следователь? Ну, который только что сюда заходил. Ну, ладно. Извини. Я машинально, правда. Слушай, давай ещё раз сначала, а? Динамическое размещение памяти. Работает, Николай Николаевич, работает. Представляете, моя программа работает. Честное слово. Так, вы знаете, Кабанов, есть такая байка. Если сто шимпанзе усадить за сто пишущих машинок, то через сто лет одна из них напечатает Гамлета. Это вы к чему? Поздравляю! Вы напечатали Гамлета. Ну, так что, я побегу, а? Подождите. У меня к вам ещё один вопрос. Отвечаю. Динамическое размещение данных осуществляется использованием в динамической памяти непосредственно в самой программе. В отличие от этого, статическое размещение данных используется благодаря пампиллярам турбопаскаля. Ну, вот я как раз у вас хотел спросить, как вам удалось так быстро освоить турбопаскаль? Усидчивость, упорство, трудоспособность и несгибаемость. Не хвастайте, Кабанов. Так это я не про себя, это я про штыка. Это он меня так поднатаскал. Ну, так что, я побегу, а? Ну, бегите, Кабанов, бегите. Во сне я видел этот час, осталось мне один лишь выполнить приказ, покинуть воинскую часть, где я себя оставил часть. солдат уходит в запас. Пау-па-рау-пау. Петя? Пау-па-рау-пау. Что ты делаешь? Эй! Что ты сделал? Штык, как договаривались. Если я не сдаю зачет, ты моешь мою форму. Если сдаю, я твою плаву. Ты что? Это штык, влажная уборка. Да. Совсем нет, я просил. Сделать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Молодец ты большой, Петя. Я пойду. А спасибо. Ну, хоть увольнительность я заработал. Сейчас по-человечески день погранца встречи. Так, Кулибин, кончай ищенцы изобретать. Есть идеи, только нужны деньги. Иди ты со своими идейми. Мне оставь половину. Слушай, Кабанов, у тебя деньги есть? Будут, когда ты мне 500 рублей отдашь. Да не переживай ты, Господи. Мне бы сейчас... Слушай, Кабанов, а ты вот эти вот карикатуры в формате А3 изобразить сможешь на преподов? Не вопрос. Не проходите мимо, девушка. Да, последний раз в сезоне. Верни, Саш, забойный шар, пожалуйста, проходите. Цена 10 рублей. Украинцы отдыхают. Все, что вы хотели узнать о ваших педагогах, но боялись спросить, все можете узнать. Да, пожалуйста. А вы проходите. Да, кто хочет... Здравствуйте. Там что происходит? Где? А, вернисаж. А почему шум? Вернисаж шумит. Ну-ка. Мистер Икс. Боевая подруга. Мистер Икс. Шац. Точно, как живой. Лестовский. Класс. А вот, посмотрите, вот у нас есть серокомик. Есть и другая штучка. Подожди, не мешай. Ой, умора. А вот на этом, смотрите, смотрите, какая прелесть. Подожди. Сейчас. Ой, уходим. Сперёв, уходим. Урод. Это кто рисовал? Понятия не имею. Наверное, не из нашего института. Кто это рисовал? А, не знаю, вы знаете, я их в столе нашёл, хотел выбросить, а они вот... Значит так, все эти художества ко мне в кабинет, я сам найду этого художника. Сейчас сам всё увидишь. Пойдём. Вот. Автоген. Я слесарей одолжил на деньги, вырученные от выставки. Согласен. Немного великоват, но я всё продумал. Так, есть же грузовой лифт. Мы поднимем к деканату. Раскочегарим. И сейф наш. А? А потом тем же путём обратно. Жень! Женя! Ну, чё ты ушёл? Ну, прав ты, прав. С автогеном это я переборщил. Ну, надо что-то делать. Да я знаю, что. Нужно просто в нужное время, в нужном месте оказаться рядом с Антоном. Зачем? Ну, пошевели мозгами. Он знает про документы. Раз. Интересовался сейфом? Два. Значит, найдёт способ, как в него залезть. Молоток. Это не институт, а академия художеств. Но ничего. Я с этими художествами покончу. Жуть! Я разберусь, Павел Ильич. Обещаю. Больше этой гадости никто не увидит. Надеюсь. Кофе хочешь? Сейчас. Лидия Михайловна! Это называется не увидит. Смешно ей. Ну, я сейчас. Смешно ей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Королёв, ты, Нострадамус, проницательнейший, скажи, что я получу по алгебре? Получишь по голове. Рассказывай. А чё рассказывать-то? Всё так, как ты нагадал. Антон пошёл в металлоремонт, проторчал там, минут тридцать выходит. Морда хитрая. Так, значит, ключи сделал. Вот, блин, спец по ключам. Хм, так преступники же, они редко меняют свой почерк. Жека, осталось одно. Узнать, когда Антон, наш медвежатник, в овечьей шкуре, пойдёт на дело. А чё ему тянуть? Сегодня вечером, ближе к ночи. Класс. А мы его и перехватим. Только в это «мы» ты не входишь. Как? Подожди. То есть как? Ну, прости, прости. Ты, конечно, генератор идей, ну, также источник всяких неприятностей. А тут нужен верняк и... И силовая поддержка. Ну, как? Видали, салаги? ВДВ — это мы... Круто! Слушай, Кабанов, нужна огневая поддержка. С одним человеком разобраться нужно. Поможешь? Очень плохой человек. Просто дрянь. И ВДВ не уважает. Нет. Какой базар, мужики. Вот только погранцов схожу. Поздравлю. И весь ваш. Значит, сегодня ровно в 22.00 на этом месте. Сверим наши часы. 22.00. Кабанов, мы же договаривались. Спокойно, Королёв. Ну, выпили. Чуть-чуть. Так я же с братанами встретился. Посидели. Поболтали. Хорошие ребята. А ты где служил? Кабанов, Кабанов! Алё, алё, это я, Королёв! Ты обещал мне помочь. Ты обещал помочь мне! Обещал? Помогу. Сейчас только помоюсь. Рота, подъём! Будет спиться страшным сном. Рота, отбой! За окошком демпель мой. Рота, отбой! Рота, отбой! Рота, отбой! Субтитры сделал DimaTorzok И вот стою я на плацу В парадной форме навсегда покинув строй И чуть не слезы по лицу Сегодня к матери и отцу Солдат уходит в запасы Погоди-ка, Кабанов, ты же должен был быть Женькой А ты где служил? Блин, да там же где и ты? В морфлоте Солдат уходит в запасы Чё, Королёв, ты к декану что ли? Так его нету А, чё это я? Ты, наверное, к сейфу, да? Ну, в общем, вот он сейф А вот он конверт Тебе опять не повезло, Королёв Побеждает сильнейший А сила сейчас явно на моей стороне Седых Дело-то не в силе А в том, Седых Чего тебе не хватает Чего? Интеллекта Эдгар Почтал Чего? Вот В одном рассказе Хочешь что-нибудь спрятать Положи на самое видное место Так что читать надо больше Седых Пока Нет, Королёв, ты ошибаешься Дело явно в силе И она сейчас на моей стороне Ты тут пока приберись, а то мне некогда Так это точно тот конверт? Из миллиона бы узнал Антон, ты его никогда не видел? Вот я и сыграл с ним В Эдгара По Ага, и получил По Зато конверт у нас А если бы Антон не купился? Ну тут бы мне помог Кабанов Этот царица полей Если б не напрасновался до чёртиков Ну всё Это Я готов Можно идти Готов Готов Вот и иди Вот и иди Иди, иди, давай Иди, иди Иди Иди, иди Иди, иди Иди, иди Отлично, Антон Олегович Прекрасная работа Я вас не ошибся Теперь кое-кому будет Не до смеха А? Что? Что это? Опять не тут? А что? Похоже Да вы что? Издеваетесь? Как же я Я ненавижу Ну, Королёв Все эти конверты Ненавижу 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 Вчера я был молодым Вчера я был беспечным Влевался высока На приличие и так И в порядочных компаниях И пришло Бах Вел себя я Хуже чем банк Видел то, что было И то, чего нет Не раз выбирал Счастливый билет Умирал за любовь И клялся войной Гулял по волнам И летал над землей Еще вчера Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok